Так, лекция на тему политика внутреннего общения. Пожалуй, многие сталкивались с ситуациями, когда левая рука не видает, что творит право. Такие проблемы обычно связаны с внутренними коммуникациями и очень серьезно влияют на эффективность всех процессов. Как наладить коммуникацию в коллективе, какие инструменты для этого можно использовать и почему единое информационное пространство так важно для успешной и эффективной деятельности организации. Внутренние коммуникации, диалоги всех со всеми. Сам процесс коммуникации настолько важен, что многие организации даже содержат отдельных специалистов по информационному обеспечению, чем это обусловлено. Коммуникация в коллективе необходима для того, чтобы наладить связь между руководством и исполнителями, построить эффективное взаимодействие с коллегами и тем самым обеспечить действенный и четкий обмен данными без информационных временных потерь. Притом крайне важно, чтобы эти взаимодействия работали во всех направлениях, то есть не только снизу вверх от сотрудников к начальству, но и от начальства к сотрудникам. Это необходимо для того, чтобы вы выстраивали политики так и для укрепления командного духа и повышения лояльности. Без коммуникативной связи каждый работник словно находится в своем собственном информационном пузыре и не выполняет, как его деятельность связана с целями и задачами. Это приводит к хорошо известному эффекту «я здесь один работаю, а остальные заняты непонятно чем». Так, теперь кратко объясню, ну вообще, как вам надо общаться с коллегами, да, шутить-шутите, да, получается, устно. Физически никак не допускайте этого. Вот. Потом, не надо говорить с ними на, получается, на повышенных тонах, ну как-то вообще ругаться и так далее, потому что вы коллектив, вы сплоченный должны быть. А если вы будете ругаться по каким-то там мелочам, да, да, даже не, ну, даже если какая-то там серьезная ситуация, опять же, это, получается, что у нас, ну, работоспособность падает из-за этого. Как и ваша, так и с кем вы, получается, ругаетесь. То же самое вы, может, поругались один с другим и вас выставили в патруль вдвоем. И опять, от вас работоспособность никакой не будет, потому что вы будете ругаться в этом патруле. Вот. Опять же, нельзя нарушать вам субординацию, да, вам нельзя материться там и так далее. Говорить с начальством на повышенных штанах, штанах. Штанах. Да, на повышенных тонах, вот. И получается, что у нас нельзя, получается, напоминать что-то и так далее. Шефу, там, замшефу, да, там, проверить отчеты и так далее. Ну, каждые пять минут об этом писать, каждые пять секунд и так далее, там, говорить об этом. Вот. Опять же, это отвлекает шефа от работы домой. В общем, и... Опять же, падает работоспособность. Поэтому лекция окончена. Спросы есть какие-то по лекции, нет? Нет. 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 Должны ли вы ругаться? Нет. Нет. Должны вы ли отвлекать старший состав? Нет. По делу. По делу. Все, лекция окончена. Спасибо.